Британскому писателю, дипломату и государственному деятелю Гарри Воттону, который жил в начале 17 века, принадлежит такое высказывание, что дипломат — это честный человек, которого посылают в другую страну лгать о его собственной. 300 с лишним лет прошло с тех пор, и я хочу вам сказать, что лучшего никто не придумал определения. Для меня лично, когда я 25 лет назад пришел на работу в Министерстве иностранных дел и сменил полностью свою профессию после 10 лет работы в области прикладной математики в Академии наук, для меня это был своего рода шок, потому что когда ты занимаешься математикой, все точно, понятно, доказуемо, и, само собой, ни о какой лжи идти речь не может. Поработав в Министерстве иностранных дел, я понял, что это очень интересный аспект, который стоит изучать и стоит обращать на это внимание. Потому что когда вы работаете и общаетесь с иностранцами, у вас всегда есть такая дилемма, как обращаться с фактами. И вопрос заключается в том, нужна ли кому-то правда. Потому что иногда, докопавшись до правды, хочется закопать ее обратно. Возможно, вы также знаете такое высказывание, достаточно любопытное, что дипломат дважды подумает перед тем, как ничего не сказать. Его приписывают Уинстину Черчиллю. Но Черчилль, как вы знаете хорошо, он не отличался молчаливостью, и только цитаты его занимают тома, не то, что его выступление. Но на самом деле, действительно, наша профессия, она имеет такой очень интересный характер. Ведь мы разговариваем, мы не можем молчать. Это то, чем мы занимаемся. Мы выстраиваем отношения. Ну, те из вас, кто в отношениях, вы знаете, без разговоров никак не обойтись. И вот когда вы разговариваете, и вы должны обсуждать с вашим коллегой иностранным какую-то проблему, вопрос, вы всегда, часто, не всегда, но часто, вы ощущаете определенное давление, потому что факты, которые, возможно, вы хотите обсудить, они не всегда для вас являются выгодными. И поэтому всегда вы должны придумать, как говорить так, чтобы вас слушали, потому что если вы будете лгать, ваш собеседник, возможно, он очень хорошо подготовлен, не меньше вашего знает о теме обсуждения, если он почувствует, что вы лжете, он просто не будет с вами общаться. Поэтому вы часто используете такой прием, как вы говорите часть правды. Но что интересно, ведь он тоже говорит часть правды. Поэтому это такая игра, когда каждый из вас говорит что-то, что является только частью правды. Я проделал такой эксперимент. Оно случайно совпало, что я проделал этот эксперимент на Фейсбуке, и вот эта конференция, почему я решил об этом вам рассказать. Я на Фейсбуке, на своей страничке разместил такой вопрос, обращенный ко всем, кто хочет туда зайти и ответить на него. Что, по вашему мнению, является часть истины? Является ли часть истины истиной? И вопрос этот был не случайен, потому что, когда мы с вами потребляем информацию, мы никогда ведь не знаем, правда, как эта информация сформировалась, реальна ли она, она придумана. И на самом деле всю жизнь с вами мы сталкиваемся с тем, если бы одни дипломаты говорили только часть правды, да бог с ними, но мы все этим занимаемся, политика ли, личная жизнь или официальная деятельность, школа, вы всегда имеете дело только с частью правды. И это проблема, которая, как-то ее надо разрешить. Я попробую дать вам те советы, которые я для себя выработал, и те советы, которые мы пытаемся привить молодым дипломатам. Я им часто говорю, когда мы их учим, как формировать правильно диалог, им говорю, вы же не в министерстве правды работаете, поэтому вы должны уметь сказать и не сказать одновременно. Особенно сложная ситуация обстоит, конечно же, с социальными сетями. Есть такой институт в Оксфорде, институт интернета. Этот институт изучает то, как распространяются информации в соцсетях. И вот в 2019 году в 70 странах мира этот институт зарегистрировал массовые дезинформационные компании. В 2018 таких стран было 48, в 2017 28. Ну, тенденция очевидна, что в 2020, очевидно, мы увидим еще больше стран. Это означает, что информация, которую мы потребляем из интернета, из соцсетей, ну, она, грубо говоря, неправдива. А мы не думая, мы перепощиваем, мы ретвитим, мы не проверяем эту информацию. И это создает серьезную проблему, потому что таким образом вы способствуете ее распространению. Когда вы пытаетесь рассказать о каком-то предмете, вот я взял предмет жирафа. Вы, например, если вы о нем скажете, что это животное с длинной шеей, но с такой же длинной шеей животное, которое называется лебедь. Если вы скажете, что жираф – это животное, у которого пятнистая кожа, но оно и лепарда тоже пятнистая, у него есть рожки, но рожки есть у оленя. Что это означает? Это означает, что часть истины может быть правдой, но она никогда не будет истиной. И для того, чтобы первое и главное правило, если вы хотите понять, информация правдива или нет, вы должны иметь полноту этой информации. Это очень важный фактор. Вы должны знать все об этом предмете и понимать во всех его аспектах. Тогда вы сможете описать жирафа так, как положено его описывать, а не каким-то одним элементом. Вот я хочу, чтобы вы обратили внимание на эту фотографию. Это одна из самых знаменитых фотографий минулого столетия. Многие из вас ее, наверное, видели когда-то. Это 1968 год. Война во Вьетнаме. Американский журналист сделал эту фотографию, он получил Пуллицеровскую премию за нее. И вот когда вы чисто эмоционально видите эту фотографию, скажите, какие у вас эмоции? Правда, ваши симпатии на стороне того несчастного, в которого стреляют? Так ведь? Это же почти очевидно. А теперь детали. Вот тот, в кого стреляют, это офицер Вьетконга. Это военный преступник. Этот человек возглавлял подразделение солдат, которые полностью вырезали деревню, в которой были женщины, старики и дети, потому что все мужчины были на войне. И тот, кто стреляет, его семья была в этой деревне, и ее вырезали эти головорезы. Он пытался сбежать, этот преступник, его поймали. И в данном случае это возмездие в каком-то смысле справедливое. Да, оно очевидно происходит вне суда, да, оно очевидно происходит под эмоцией, но когда вы уже знаете детали, то вы понимаете, что на самом деле еще вопрос, на чьей стороне симпатии. То есть второй фактор, который обязательно нужно обращать внимание, если вы имеете дело с какой-либо информацией, оставьте эмоции в покое. Полнота информации и эмоции, которые должны, надо отложить, надо обязательно разобраться, что на самом деле происходит, это очень важно. Но есть сфера, казалось бы, опять же, как математика, я не могу бы этого не сказать, казалось бы, в которой с ясностью относительно достоверности информации, это математика. Ну все же понятно, все абсолютно доказуемо, все очень четко, теоремы, все это здание прекрасное. Но теперь давайте чуть глянем вглубь, когда мы учим математику в школе. В первом классе вам говорят, существуют только натуральные числа, 1, 2, 3, 4, 5. Потом вы вдруг узнаете, что они есть не только положительные, а отрицательные. Потом вы узнаете, что есть дробные. Потом вы узнаете, что они есть иррациональные. Потом вы узнаете, что они есть даже мнимые. То есть на самом деле, все время, пока вы учили в школе, вам говорили часть правды. И вы все время оказывались в ситуации, когда на следующем этапе, в следующем классе, вам говорили, знаете, то, что вам сказали, это не так. Числа бывает не только положительные, бывает еще и отрицательные. И так далее, и так далее. Более того, совершенно элементарные вещи. Вот вы просто подумайте. Ведь математика — это наука абсолютно абстрактная. Ведь нет в природе ни окружностей, ни треугольников, ни прямоугольников. Ничего этого нет. Но потом появляется Пифагор, который говорит, а давайте представим, что этот треугольник есть. И вот А квадрат плюс Б квадрат равняется С квадрат. И так неважно. В Житомире, в Ирпине, на Альфа, Центавра не имеет никакого значения. Везде одно и то же. А потом появляется круг. Вот любая монетка, все что угодно. Все что круглое. Вот голова этого чудика. Она круглая. И вы знаете из школы, что длина этой окружности 2 Пиер, а площадь Пиер квадрат. Все так просто и понятно. Все просто и понятно. За исключением числа Пи. Число Пи не имеет точного значения. Вы видите, там оно написано, что подсчитано 30 триллионов знаков после запятой, и дальше можете считать. Оно не имеет конца. Это означает, что простой круг, монетка, которую вы держите в руках, очень ограниченный и простой объект, на самом деле в себе содержит бесконечность. Это не просто бесконечность, а это бесконечность, равная Богу. Она не может быть никак постигнута. Вы не можете посчитать точно ни длину окружности, ни площадь. То же самое, когда мы с вами измеряем расстояние или время. Мы измеряем его сантиметрами, километрами. Время мы изменяем секундами и так далее. Вы никогда не думали, что между нулем и единицей количество чисел, которое там помещается, оно больше, чем звезд во Вселенной. Его невозможно посчитать. Вообще никак. Просто никак. И квантовые компьютеры, которые сегодня приходят в мир, именно этот фактор используют. Они непрорывно меняют свою шкалу между нулем и единицей. Точно так же время. Вы покупаете кварцевые часы. Что они измеряют? Какое время? Нет никаких скачков во времени. Время непрорывно. Вот эти факторы, они говорят о том, что не все так просто. И, во-видимому, в природе есть какие-то вещи, которые надо знать как базовые, для того, чтобы разбираться на всяких, которые кажутся значительно проще. И подумайте, откуда вы черпаете эту информацию. Это школа, это учителя, друзья, которые заменяют вам вашу голову на свою, давая вам информацию, вкладывание, то, что они уже знают, то, что уже зафиксировано. Или это, как теперь это принято, в Википедии, в Фейсбук, который полностью закрывает нам свет, потому что мы сидим постоянно в телефонах. Как в этом всем разобраться? Как в этом всем найти какой-то выход? Есть два способа. Один способ вот на этой картинке. Он мне очень нравится. Кому не нравится, есть еще один способ. Вот такой. Зависит от вас, какой способ вы изберете. На самом деле, я хочу вам сказать сейчас, что есть, с моей точки зрения, три базовых принципа, на которых вообще все стоит. О двух таких практических, как я вам сказал, о третих принципах, они очень серьезные, они очень философские. Но если вы попробуете потом о них подумать и приложите их к конкретной жизни, вы увидите, что они работают. Первый принцип. Все, что имело начало, имеет и конец. Второй. Ничего не происходит без причины. И третий. Все единое, переходит из одного в другое. Ничто не может появиться из ничего. Если вы просто будете анализировать любой факт, объект, теорию, что хотите, исходя из этих принципов, увидите, как здорово это работает и как оно помогает вам действительно определить, истинно или ложно. Еще есть прекрасных три вопроса. Эти три вопроса, это в курсе критического мышления, который я читаю в нашей академии, эти три вопроса, это фундамент того, как вы анализируете информацию. Самый простой вопрос, это что? Второй вопрос, это как? Ну и самый главный вопрос, у кого есть дети, вы знаете, это почему. Это бесконечные вопросы, почему. Вы думаете, да, ну устами младенца глаголит истина. Они не зря спрашивают, почему. Это ключевой вопрос. Когда вы хотите понять, что произошло, как произошло, и это действительно простые ответы, потому что это можно легко проанализировать. А вот почему произошло, что двигало, какая причина привела к этому следствию. Это самый ключевой вопрос, ответ на который не бывает однозначным. Я призываю вас ставить все под сомнение. У вас, у каждого, у вас, у меня точно так же, у нас, у всех, есть одно единственное существо, которому вы можете абсолютно доверять. Это вы сами. Помогите этому существу помочь вам разбираться в сфере информации, отличать одно от другого, отличать ложь от правды, полу-ложь от полу-правды. Но для того, чтобы вы себя помогли помочь сами себе в этом разбираться, есть одно простое условие, надо мыслить. Это единственный инструмент, то, для чего человек существует. Это мыслить. И если вы мыслите, то тогда вам все остальные проблемы решать будет значительно легче. И, как сказал уже первый спикер, да пребудет с вами сила.